Если вы не видели предыдущие части роликов, то вы можете перейти по ссылкам ниже в описании или же по подсказкам в правом верхнем углу экрана. А с вами снова ваша вредная морда, Камрад Эльба Вучорок. Прошел ровно год, как стали на канале появляться ролики об анимации, и пока что на данный момент больше всего частей имеет цикл про историю создания Тома и Джерри. Как вы помните, мы остановились на том моменте, когда в 1957 году MGM закрыла полностью свое анимационное подразделение, а Билл, Ханна и Джо Барбера основали свою собственную студию и забрали весь штат аниматоров постигать азы телевизионной анимации. Но так как права на короткометражки остались за студией, и повторные показы даже по ТВ приносили доход, с подачки Джозефа Фогели решили продолжить дальше выпускать серии. Но со своим одним нюансом. Одним таким нюансом стала передача производства новых серий за железный занавес. Заключив контракт с чехословацкой студией Rembrandt Films, попутно перед началом работ показав старые эпизоды сотрудникам студии, в 1961 году началось производство новых эпизодов Тома и Джерри. Продюсировать стал Уильям Снайдер, а на кресло режиссера сел аниматор студии UPA, Джин Дэйч. Ему не нравилось то, что в сериях было излишне много насилия, и сначала он пытался убрать его. Но этого не случилось. Случилось гораздо страшнее. Ограниченный бюджет из штатов, на каждую серию которой приходилось около 10 тысяч долларов. Наличие околофутуристичной музыки, сюра и отрывистых движений в анимации плохо сказалось на качестве готового продукта. Тут неправильно практически всё. А в избежание того, что серии делали в Чехословакии, имена создателей в титрах пришлось американизировать, дабы избежать хоть каких-то связей с коммунистами. Выпущенные из 1961 по 1962 год 13 серий от Джина Дэйча с какого-то хрена были коммерчески успешны. Однако ни одна из них не номинировалась и не получила заветный Оскар по сравнению с сериями от Ханны Барберы. Ещё были захаяны зрителями на родине. Настолько, что поклонники считают их самыми худшими за всю историю франшизы. Как только начальство убедили, что кинопоказ всё ещё был востребован, год спустя, в 1963 году, заказ на выпуск следующих серий получила фирма SIP Tower 12 Production, основанная Лессом Колдманом и Чаком Джонсом, после прекращения на Warner Brothers производство мультфильмов. Мы согласились, поскольку смета составила 42 тысячи долларов, то есть на 12 тысяч больше, чем на Warner Brothers, что позволяло нам использовать настоящую классическую анимацию. Для работы были приглашены лучшие силы, ранее работавшие над Looney Tunes. Сделав ставку на гэги, юмор, лёгкий редизайн героев и пародию на заставку MGM, итоговый результат того стоил. Но и так, чтобы вау, потому что концептуально это уже больше походило на цикл о дорожном бегуне. Пускай начало этих циклов под его руководством было не очень, пусть режиссуру возглавили Бен Уошем и Эйп Левитол. Войдя в состав MGM, образовалось подразделение Wizzle Artist, давшее Джонсу чуть ли не полный карт-бланш. Ведь кроме выпусков Тома и Джерри и слухов об их потенциальном полном метре, стали создаваться и другие проекты. Успехом станет и та же та культовая короткометражка о Гринте, созданной по гнике доктора Сьюза. Но в 1967 году MGM устала от анимации и решилась снова сконцентрироваться на производстве фильмов, повторно закрыв отдел анимации и прекратив контракт досрочно. Ну а по мнению Чака Джонса, начальство уже не устраивало чистый ежегодный доход в 100 тысяч долларов. К слову, его же команда для повтора оригинала, но уже по ТВ, перемонтировала несколько серий. Под монтажный нож по причине политкорректности попали спорные сцены, в частности изображения блэкфейсов и местами некоторых моментов. Досталось и хозяйке Тома, мамочке два тапочка. В наши дни дошли серии, где данного персонажа переозвучили, чтобы не было стереотипичного голоса, как у афроамериканцев, а эпизод «Кошачья вечеринка» и вовсе была переделана. В новой версии вместо мамочки была уже девочка-подросток, которая ушла из дома в гости потанцевать. Такую версию даже я успел увидеть на кассете, как сейчас помню, в то время как на прочих домашних носителях и по СТС показывали переозвученный оригинал того же эпизода. Казалось бы, история про Тома и Джерри должна была закончиться, но потом они вернулись со своим телесериалом. К началу 1970-х годов студия Ханна Барбера более чем полностью освоила выпуск мультсериалов, используя принцип ограниченной анимации. Дебютировав на телевидении мультфильмом «Шоу Рафа и Рэдди» в 1957 году, студия через два года станет лидером в телевизионной анимации, а некоторые из проектов вскоре станут культовыми и даже первопроходцами жанра. Например, Флинстоуны с самого начала задумывались как взрослый ситком в сеттинге каменного века с аллюзией на американское общество того десятилетия, на манер шедшего в то время по телевидению сериала «Молодожены». А вторая визитная карточка студии – мультфильмы про подростков из команды Тайна с трусливым псом скупиду, решавшие загадки с участием якобы сверхъестественных сил, и дальше будут получать продолжение в разных форматах и по сей день. А что могли увидеть зрители Ханны и Барбары в «Субботнем утреннике» в 1975 году? После выпуска проектов «Морлаб-2020», «Семейка Адамс», «Кунг-фу-пёс» и «Шоу скупиду», в 1975 году наш с вами дуэт кота и мыши вернулся к отцам-создателям, получив свой телесериал D.A.B.C. в блоке «Субботнего утренника». Если же в оригинальных эпизодах от тех же Билла и Джо сюжеты строились на противостояниях этой живности, то в первом телесериале они стали более дружелюбными. А стоит ли мне вам напоминать, что они друг дружку ненавидят и устраивают подлянки даже с использованием динамита? Хотя в некоторых сериях они объединялись, когда появлялся враг похитрили поковарней на горизонте. Но не суть. Бонусом они получили новый дизайн от американского художника Айвао Токамото, чей сель был характерен для всей телепродукции Ханна Барбара. Такой безобидный тон всего проекта стал последствием строгих правил о демонстрации жестокости и насилия на телеэкранах в Штатах. Подобное прослеживалось во всех мультсериалах того времени. По сути, каждый выпуск состоял из трех семиминутных эпизодов, будь то это отдых в лицу, веселые старты, гоночки и прочее. Отсутствие мультяшного насилия и миролюбивые повествования привело к тому, что шоу Тома и Джерри получило менее восторженные отзывы. И сериал прожил один сезон. Один сезон из 16 выпусков, шедших с сентября по декабрь того же 1975 года, и на этом схлопнулся. Похожий жизненный цикл повторило и комедийное шоу с их участием, 80-го года, но уже сделанное конкурентами из FilmNation. Те же три истории и выпуски, но в этот раз создатели вернулись к своему исходному жанру, попутно прихватив героев Рудольфа Айзенга и Текса Эйвери. После того, как в 1986 году Тернер Энтертеймент приобрела в собственность студию Ханна Барбера, четыре года спустя выходят Том и Джерри Детские годы. Была такая идея в ходу, как бебификация, то есть какие были детские годы у классических героев, так же, как и их перенос в полный метр. Ее не раз использовали и не раз будут использовать в ходу. На всеобщее удивление, по сравнению с вышеперечисленными телепроектами, он просуществовал целых четыре сезона, где самым большим по выпускам оказался третий. Ну это все понятно. А что там по полному метру? Слухи о возможном потенциальном полном метре тянулись еще с конца 60-х годов. И даже тогда, когда над кратышами работал Чак Джонс. Но дальше дело не пошло из-за отсутствия нормального сценария. В 1979 году появился черновик от Дэвида Ньюмана к одноименному игровому фильму, где главные роли должны были исполнить Дастин Хоффман и Чеби Чейз. Однако и он не воплотился в кинопленке, благо сохранился драфт в сети. И в итоге первая полнометражка добралась до кинотеатров 1 октября 1992 года. Уильям Ханна и Жозеф Барбера не были режиссерами этой ленты, и они выступили в качестве продюсеров и консультантов, в то время как режиссировал ленту Фил Роман, основатель своей собственной киностудии. Увы и ах, сложились звезды так, что картина выбрала не самые выдающиеся черты в плане сценария и слегка мрачного повествования. Герои из-за своих очередных разборок остались без дома, и встречает Робин Старлинг. Бежавшую девочку от злой тетки и желающая найти своего отца на Тибете, так как она не верит слухам о его гибели. И держит Робин под замоком злые родственники по одной причине. Деньги. Точнее из-за того, что ее отец миллиардер. Сюжет вам ничего не напоминает? Да, это смерть диснеевских спасателей и русалочки. Да и в то десятилетие на этой студии только-только начиналась эпоха Ренессанса. Выйдя в ограниченный прокат у себя на родине и чуть-чуть захватив в кинотеатры Западной Европы, картина получила в основном отрицательные отзывы от критиков и зрителей. Одни жаловались из-за наличия большого количества диалогов и некачественной озвучки, а другие из-за плохого качества песен. У нас же это положение пытались спасти хотя бы нашей озвучкой дубляжом, потому что в России уже вовсю шли мульты и распространялись кассеты. Провалившись в прокате и не окупив бюджет в 3,6 миллионов, франшиза пропала с поля зрения до нулевых, когда на студии Warner Bros. замахнулись на производство картин уже для домашнего просмотра и выпуска очередного мультсериала. Охватывать те картины мы не будем, потому что я и так стараюсь уложиться в стандартный хронометраж. Разве что советую вам глянуть историю о Щелкунчике и про Шерлока Холмса, а всё остальное уже на ваше усмотрение. В 2001 году специально для дочернего канала Бумеранг выпускается короткометражка «Кот в особняке», где за 17 дней до показа умирает Уильям Ханна. А после выхода последнего на тот момент эпизода «Карате-хранитель» в 2005 году не стало так же и Джозефа Барберы. Этот тандем аниматоров оставил довольно-таки большое наследие и свою целую вселенную. Настолько, что некоторые из их франшиз получали продолжение и воплощение на киноэкранах. Все права на их мультфильмы, сделанные в стенах MGM и Ханна Барбера, по сей день числятся за студией Warner Bros. И работа над некоторыми из них продолжается. Иногда удачно, а иногда не очень. Ну а мы уже почти на финишной прямой и отправляемся в 2020-е годы. Пока на стриминговых сервисах во время пандемии показывались кубы и также наращивалась пиар-компания сиквела Космического Джема, в 2021 году выходит вторая попытка переноса Тома и Джерри на большие экраны. Разговоры о повторном кинопоказе начались еще с конца нулевых на фоне успехов Элвина и Бурундуков. На протяжении всех десятых годов концепт истории не раз менялся, и по итогу в октябре 2018 года, за год до начала съемок, режиссером постановочного фильма назначают Тима Стори, в чем по сложному списке входят несколько боевичков и две части фантастической четверки. На этот раз история разворачивается в современном Нью-Йорке. Пока Томас пытается хоть как-то заработать на жизнь, Джерри занимается поиском жилья и по итогу поселяется в дорогущем отеле. Начальству и персоналу, разумеется, не нравится появление такого постояльца, и Кайло вызывает Томас с одной целью — избавиться от грузуна. Но мы же прекрасно знаем, чем обычно поимки этого вредителя заканчиваются. А знаете, о каком фильме я вспомнил? Правильно, картину Замейкиса и Спилберга «Кто подставил кролика Роджера», где кроме живых актеров были практически все персонажи мультфильмов 30-х и 40-х. Микки Маус, Макс Банни, Вуди, Бетти Буб и прочее-прочее-прочее. А вот героев Ханны и Барберы мы не увидели. Хотя изначально и их камео планировалось в том кино-анимационном коллабе. Фильм что у меня, что у других зрителей вызывает смешанные чувства. Начнем с хорошего. Главные герои — это CGI-модельки, повторяющие в точь-в-точь стиль оригинальных старых эпизодов. Цитируются некоторые гэки этих же самых эпизодов. Появляются второстепенные персы, и снова происходят те же самые кошки-мышки. И, увы, на этом преимущества заканчиваются. Потому что фильм ломается на ходу из-за живых актеров и безликой и слабой сюжетной линии. Потенциальный каст менялся постоянно при производстве, и мы остановились на Хлое Грейс Морритс. В фильме она прошла с нелепым поведением и такой себе мимикой. Не говоря уже о том, что ей самой пришлось оказаться в стенах-отелях, как сотрудница по обмену, подложив свое резюме. А тут ей нужно и свадьбу организовать, и разборки Тома и Джерри как-то остановить, чтобы из-за них мероприятие не сорвалось. Складывалось впечатление, что нам в одной картине показались сразу два фильма, один из которых сомнительного качества. Вырежи на монтажном столе хоть живую, хоть игровую часть, и ты увидишь большую разницу, об регистровой музыке можете спокойно забывать. Ее сюда не завезли. На одних цитированиях оригинала и даже поп-отсылках, как например на Бэтмена, далеко не уедешь. Вроде есть потенциал, но все ломается о сюжет. В итоге мы получили довольно-таки среднее кино, хотя сами персонажи заслуживают гораздо лучшие истории в кинообрамлении. А если и не в кинообрамлении, то в коротком метре. Несмотря на разгромные рецензии критиков, зрители на этот раз благосклонно отнеслись к работе Тима Стори, по сравнению с фильмом 92-го года. При бюджете 79 миллионов, картина в мировом прокате собрала 133 миллиона. И это при условии, что была пандемия, и параллельно фильм отправили на HBO Max. Отсюда можно сделать вывод, что на ближайшие годы мы можем ожидать сиквел. Но этой картине избежать номинации на Золотую малину в этом году вряд ли получится. Просматривая год назад у себя ленту в ВК, я наткнулся на ещё две короткометражки, но как вскоре выяснилось, они были сделаны для продвижения полного метра. А жаль. Как же долго мы к этому шли. Ну и каков итог по экскурсу данной франшизы? Итог довольно спорный. За всю историю своего существования, Том и Джерри пережили много изменений, и их хозяева не раз менялись. Как и у прочих франшиз, были как хорошие, худшие и средние образчики, неважно в каком хронометраже и формате. Но лично мне запомнилась та самая классика, с которой всё и началось. Именно с этого мультдуэта Джозеф Барбера и Уильям Ханн сколотили себе карьеру в анимации, и решили продолжить это дело дальше, создав свою студию и подарив много чего ещё зрителям. Влияние их творчества также проскальзывает и в Симпсонах, а в некоторых других проектах будут также пародироваться эти же мультфильмы. Я молчу уже о переносе некоторых трюков в проект Джонни Ноксвилла «Чудаки». Споры о жестокости и насилии в этой работе шли ещё с начала сороковых, но по словам создателей, все эти противостояния строились на создании дружной атмосферы и помогало детям совершать правильные поступки. Не говоря уже о демонстрации вредных привычек, шуток на грани фола и расовых стереотипов, франшиза занимает 66-е место в списке 100 лучших анимационных шоу, а журнал «Тайм» включил его в список величайших телешоу всех времён. С момента показа эпизода «Кот получает пинка» прошло уже 82 года, и возможно оно и к лучшему. Никто тогда ещё не знал, что Билл и Джо принесут студии 7 «Оскаров», а история их первенца и остальных проектов, появившихся после успеха Тома и Джерри, не думают останавливаться. И судя по всему, они ещё вернутся на экраны в различных исполнениях. Главное, чтобы качество не подвело.